Привет, друзья, с вами Кик, и сегодня давайте поговорим про, что я научился от Уоррена Баффета. И пользуюсь этим уже несколько лет, и это мне очень помогает в моих инвестициях, чтобы не потерять и не делать неправильные решения. Это короткая история, когда Уоррен Баффетт рассказывал, что когда акции Кока-Кола очень сильно упали, они купили, и через очень короткое время эти акции очень сильно упали. Тогда у Уоррена было очень трудное время, но после того, что он осознал, что каждый день, когда он идёт на работу, всё равно он видит тот же грузовик, который подходит к магазину, и магазин берёт столько же количества Кока-Колы, как и тогда, когда акции компании Кока-Кола были нормально, стоили. Получилось, что, несмотря на то, что акции вот так сильно упали, всё равно продукт продавался не хуже, чем тогда, когда акции были очень высокие. Вот это и удержало Уоррена от того, чтобы не продавать акции. Он так и не продал акции Кока-Колы, и через очень короткое время всё нормализовалось, и он вышел с хорошим плюсом. То этот пример очень показательный, и я следую этому. Весь 2018 год все цены только падали. Но я следил за компаниями, в которых я инвестировал. Они продолжают делать работу, или они как-то уже, каждый пошёл своей дорогой и забыли про проект. Так вот, примерно из 10 моих инвестиций, 3 вот так просто разбежались, 7 остались. И не только остались, но и продолжали делать, улучшать продукт, продавать продукт. В том числе, в первом месте, конечно, это XRP, компания Ripple, второй это Ethereum, и ещё несколько. 2019 год, уже два месяца прошло. Ethereum с темпами продаёт свой продукт. XRP, а Ripple ещё больше стало, так масштабнее стало работать. Это один из пунктов, что держит меня спокойным касательно моих инвестиций. Продукт не только продолжает улучшаться и продаётся, но и продаётся ещё больше темпами. Цена ушла куда-то. Это истерическая неправильная цена, которая была в декабре позапрошлого года. Она успокоится там и вернётся. И к возвращению будут способствовать все структуры, которые работают над тем, чтобы, когда цена вернулась, она узнала, куда идти. Увидимся.